Попасть в десятку. Задача у спортсменов не из легких, в принципе, как и сама экипировка. Полностью снаряженный лук весит до 4 килограммов. Но, как говорят ребята, своя ноша не тянет. Своё орудие они не променяют ни на мяч, ни на борцовские перчатки. Лучники решили состояться в этом виде спорта и у многих, значит, уже десятки побед во всероссийских соревнованиях. А вот сочниц Роман Половинко и вовсе считается самым титулованным спортсменом Краснодарского края и входит в молодежную сборную страны. Перспективный довольно спорт. Большие призовые на соревнованиях. Почти как гольф, только мимо неизвестный. Тут нужно крепкие нервы иметь и выдержку, чтобы показать какой-то результат. Выйду из молодежной сборной, попаду в старшую сборную, надеюсь. Берусь в основной состав, буду выезжать на Кубки мира, чемпионаты мира и на Олимпиаду в дальнейшем. Стрельба из лука, пусть и не особо популярный, но олимпийский вид спорта. О серьезности этого вида говорит и тот факт, что лук может сравниться и даже превзойти некоторые виды огнестрельного оружия в точности и пробивной мощи. Скорость полета стрелы достигает 240 км в час. Это из классического лука, а из блочного и вовсе 320. Задача участников открытых соревнований Краснодарского края по стрельбе из лука «Надежды Кубани» – выпустить все стрелы за две минуты. А вот кто из них чаще попадал в цель, станет известно 9 ноября. Первый турнир в зале, который готовит предваряющий зимний сезон спортивный, поэтому все стремятся набрать свою форму. Он хорошо подводит к предстоящим нашим соревнованиям «Надежды России». Поэтому и статус наших мероприятий год от года растет, соответственно численность повышается. А если есть высокое количество спортсменов, то естественно и конкуренция растет. Поэтому они все повышают свой спортивный уровень. Победа в турнире «Надежды Кубани» не позволяет попасть в сборную края, но является этапом подготовки к чемпионату Краснодарского края, который пройдет в декабре.